Инаугурация главы городского округа прошла во Дворце культуры 3 ноября. На ней присутствовали руководители всех городских учреждений и отделов администрации города, а также первые лица муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа, представители бизнес-сферы и депутаты местной думы. Последним, к слову, были вручены нагрудные значки депутатов. Поздравление принимала и новый председатель думы Любовь Волкова. От имени думы я хочу поблагодарить вас за то, что вы оказали большое почетное. Мы будем работать так, чтобы нам не было стыдно за свою работу. Мы будем так работать, чтобы вся наша работа была на благо нашего города, на благо наших жителей, на благо тех, кто живет в нашем городе и будет, я думаю, жить долго и счастливо. О верности городу и жителям во время инаугурации говорила и глава города Елена Матвеева. Для публичного принятия присядья в зал приглашается глава городского округа Нижняя Солдат Матвеева Елена Владимировна. Я, Матвеева Елена Владимировна, вступая в должность главы городского округа Нижняя Солда, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять представленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей городского округа Нижняя Солда. Поздравить с вступлением в должность Елену Матвееву приехал депутат законодательного собрания региона Евгений Лутохин и председатель комиссии по символам законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев. Специально к торжеству телеграмму прислал и губернатор Свердловской области Евгений Куйбышев. Уважаемая Елена Владимировна, сердечно поздравляю вас с вступлением в должность главы городского округа Нижняя Солда. Я рад, что депутаты муниципального образования большинством голосов вновь поддержали вашу кандидатуру, проголосовав тем самым за сохранение сильной и компетентной власти стабильности в обществе. За первый срок работы на посту главы округа вы получили ценный управленческий опыт. Глубоко вникли в специфику городского хозяйства, поэтому я уверен, что ваша работа и впредь будет эффективной и созидательной. Рассчитываю на вашу ответственность и целеустремленность, на то, что вы внесете новый импульс в комплексное развитие территории, повышение качества жизни людей. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, поддержки коллег, успехов в работе и всего самого доброго. С уважением, губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвышев. В этот день поздравления звучали от многих людей, кто пришел на официальную церемонию. На плодотворную работу главы города благословил настоятель храма Александра Невского, отец Михаил. Для нас, конечно, праздник большой, на второй срок избрания нашей любимой Елены Владимировны на власть. Я молился за нее, чтобы действительно Господь услышал молитву и чтобы она человек святой власти. За ее правление Господь. Мы видим, сколько она сделала здесь и потрудилась. И я хочу пожелать ей здоровья, семейного благополучия, без чего не может быть, творится ей какие-то добрые дела во власти. И власть, которая дана тебе, она всегда дается, только подтверждается и Богом. Я хочу пожелать, чтобы Бог всегда сопутствовал и помогал тебе. Ведь когда-то, первый раз, когда ты к власти пришла, тем мы тебя благоставляли, иконы Божьей Матери и Табынская. Мы крестным ходом прошли, зашли в администрацию и благословили Елену Владимировну, осветили администрацию и, думаю, это все равно помогало ей первые пять лет правления власти. И сейчас я хочу благословить, Елену Владимировну тебя, и вот иконы Божьей Матери Казанской, и вот Господь Иисус Христос. Благословлю тебя и пожелаю тебе здоровья, Шпетру. Ну, где твои? И вот Казанская Божья Матери. Завтра, как раз, праздник Казанской Божьей Матери, спасение от Москвы. И чтобы Матерь Божья всегда помогала тебе, все, и твои, и я. Спасение от Москвы. Добавим, Елена Материева в судьбинской политике человек не новый. До этого она четыре года возглавляла пост главы городского округа. На последнем заседании Думы народные избранники большинством голосов вновь доверили ей право руководить Нижней Солдой. Говоря о приоритетных задачах в работе, Елена Владимировна отмечает, что основной упор будет делать на модернизацию системы ЖКХ в городе.